Привет, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки! Когда у меня есть несколько листов лаваша и буквально 300 граммов творога, я очень часто готовлю такую вкуснятину. Это ленивая ачма, ну или запечённый лаваш с творогом в духовке. К завтраку, на перекус, очень вкусно, со сметанкой. На подготовку этого блюда уходят буквально считанные минуты. В описании под видео указано количество ингредиентов. Итак, в миску выкладываю творог, можно любой жирностью, но у меня сегодня вкусный, жирный, к нему я добавляю яйца и буквально щепотку соли. И всё это погружным блендером перебиваю. Можно до однородности, а можно даже, чтобы остались комочки творога, будет ещё вкуснее. Далее вливаю сюда кефир и снова вот так немножко взбалтываю. Далее форму для запекания, она должна быть обязательно глубокой. Я её обильно смазываю сливочным маслом. И понадобится нам лаваш. У меня сегодня вот такой большой, армянский. Я его складываю в гармошку, вот так вот складочками и один к другому. Сегодня у меня есть три листа. Вот все три листа я и выкладываю сюда в форму. Но было даже так, что я готовила из двух. Тоже всё проходит, всё подходит нормально абсолютно. Но всё, конечно, ещё зависит от величины той формы, в которой вы будете запекать. Вот у меня на эту форму 31 на 21 сантиметр ушло три листа. Совершенно неважно, какую форму, вот так гармошечкой сложили. И далее я всё это заливаю той заливкой, которую мы подготовили. И вот так вот прохожусь, чтобы весь лаваш окунулся в жидкую часть с толкушкой картофельной. Всё, друзья. Далее сверху небольшие кусочки сливочного масла. Духовка у меня разогрета на 180 градусов. 40 минут на запекание и блюдо готово. Дальше я его накрываю пергаментом и укутываю полотенцем. Даю отдохнуть приблизительно полчаса. И можно нарезать на порции. Очень вкусное блюдо. Настолько простое, недорогое. Вот сюда у меня пошло ровно 300 граммов творога. Ни больше, ни меньше. Ну и три листа лаваша вы видели сами. Со сметанкой, объедение. Готовьте обязательно. Пишите свои отзывы в комментариях. Возможно, вы тоже как-то ещё используете лаваш. По-другому напишите. Очень интересно. Буду готовить по вашим рецептам. Вас благодарю за лайки, просмотры, за вашу подписку. За то, что тратите своё время на меня. Всем желаю мира и добра. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok